Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию валяние такого любимого мною аксессуара, как митинги. Перед вами шаблон митинга. По центру вы можете видеть разделительную полосу, а вот с каждой стороны вот такая вот митинга. Те, кто валяет валенки, уже знают, что многие мастера валяют валенки на одном вот таком вот шаблоне сразу пару. Я решила так тоже свалять митинги. В определенный момент я потом разрежу вот здесь вот посерединке и заваляю вот этот вот край, буду валять их отдельно. Ну вот первый раз я буду так делать. Обычно я валяла отдельно, но сейчас я хочу попробовать сделать так. И вот смотрите, какие размеры здесь у меня этих митинок. Эти митинки будут для пальто, у которого рукав три четверти. То есть я хочу, чтобы мои митинки заходили под рукав. Для того, чтобы мне свалять митинки моего размера, я должна вымерять вот эту вот часть. Вот здесь вот мизинчик у меня. Будет маникюр виден, да? И дальше вот здесь вот пальцы повыше. Ну, в общем, я должна вымереть таким образом, чтобы у меня мизинчик вот здесь все-таки выглядывал, чтобы все пальчики были видны. Здесь вот у меня сужение должно быть, чтобы митинки были красивыми. У меня это расстояние 7 сантиметров. Я прибавляю на усадку плюс 45 процентов. Я просто в калькуляторе беру и добавляю плюс 45 процентов. Вот у меня 11 здесь. Потом мне нужна вот эта вот ширина, самая широкая часть, где вот большой палец начинается, у корня большого пальца. И вот здесь вот тыльная часть моей ладони. Вот расстояние здесь 12. С добавкой плюс 45, получается вот такая вот 17 с половиной. Дальше мне нужна высота вот этого пальца. Ну, тоже, тоже, чтобы тут выглядывал маникюр. И вот тут вот отсюда сюда я меряю, чтобы у меня вот этот вот палец поместился и комфортно тут находился. Получается, я себе вымеряла высоту 7 и с прибавкой это 11. Мне нужна высота между пальцами указательным и большим пальцем. Вот это вот высота. Получается, чтобы оно совпадало у меня с уровнем мизинца, чтобы не выходило. Ну, в общем-то, конечно, вы можете придумать и другую форму митинок, но мне нравится, когда на одном уровне. Вот я вымеряла. Получается 8 сантиметров с добавкой 45 процентов 11,5. Высоту я взяла такую, ну, примерно. Я не вымеряла, но, в общем, я примерно так прикинула. У меня получается гармоничная, гармоничный вид у этих митинок, если они будут вот такую вот высоту иметь. Потом будет сюрприз, когда померю. Мне кажется, что именно то, что мне нужно. Вот такой вот шаблон. Я просто обожаю митинги. Это суперкрасиво, это суперсовременно, оригинально, и это суперкомфортно и тепло. Итак, скоро у меня будут новые митинги, которые будут подходить под этот пояс кимоно, который вы видели в моем последнем мастер-классе. Если кто-то не видел, найдите обязательно. Это пояс кимоно-трансформер, который сделан в технике витраж. Посмотрите, пожалуйста, мои видео. Итак, продолжаем. Начну я работу с изнанки. Изнаночная часть у меня будет покрыта черной вискозой. Затем я положу слой черной шерсти мериноса 18-19 микрон, итальянская шерсть. И дальше я буду работать с лоскутками. Лоскутки, которыми я буду пользоваться, это обрезки с моих предыдущих работ. Разные-разные лоскутки. Они тут у меня посортированы, разложены. И сегодня я, наверное, буду работать вот с этими лоскутками. Это то, что я использовала в моем поясе кимоно. И, естественно, я хочу сделать мои митинги, которые будут компаньонами к этому поясу. И я сделаю такую мозаику. Это будет опять витражная техника, которую я использовала и в поясе кимоно. И вот они, эти лоскутки, которые я собираюсь использовать. Буду импровизировать, как и с поясом. Поэтому лоскутки я сразу не мочу. Если бы я делала уже готовый орнамент, и я уже его заранее разложила, то тело лоскутки, я называла лоскутками валеные, вот эти вот кусочки, то их бы я замочила в воду. Они бы у меня там пропитались хорошенечко. И тогда бы я уже их раскладывала на шерсть, вот сюда, вот когда я положу слой шерсти, чтобы они уже были у меня мокрые. Ну, поскольку я буду их резать прямо по ходу, буду украшать мои митинки. Вот здесь вот у меня будет орнамент до определенного момента. По центру вот такая вот дорожка будет витражная. Поэтому я буду просто импровизировать и буду отрезать кусочек за кусочком, выкладывать мою красивую витражную дорожку. И потом я хорошенечко намочу этот войлок, особенно лоскутки, чтобы они хорошо пропитались. Заверну это все в целлофанчик, и пусть они хорошенечко пропитаются, и только после этого я начну валять. Вот так вот я все вам рассказала, а теперь я начну работать. Итак, первый слой у меня вискоза. Я ее раскладываю облачками. Этот слой не будет виден, но он будет чувствоваться моими руками. Это будет делать шерсть шелковистой, скользящей изнутри. Мне будет легче надевать эти митинки. Дело в том, что они же у меня длинноватые и будут надеваться высоко на одежду, поэтому будет мне тут хорошо, когда здесь будет не шерсть, которая все-таки более цепляется за одежду, а вот будет вискоза. И скатываться не будет, и скользить будет легче. Вот, поэтому этот слой не только декоративный, но больше такой, знаете, вот для удобства, для защиты шерсти. Я раскладываю, что же я тут делаю. Мне надо раскладывать сейчас просто смело, вот так вот, по всей плоскости, не думая, где у меня тут граница. Границу я сейчас черчу немножечко вот такой вот линией горизонтальной, и потом еще и вертикальной зафиксирую, чтобы у меня здесь был кончик. Но я это сделаю чуть попозже. Сейчас я разложу эти облачка. Облачка вискозы. Пусть она выходит за края, потому что мы будем заворачивать это на другую сторону. Пусть эта вискоза будет где-то облачками, где-то просто как ляжет. Ничего страшного, а главное, чтобы у меня тут образовался защитный слой этой вискозы. Делала слой вискозы. Теперь я покрою это слоем шерсти, точно так же облачками. Затем я накрываю сеткой мою раскладку, поливаю водой, добавляю мыльную пену, притираю немножечко, снимаю сетку. В тех местах, где шерсть пересекается между большим пальцем и другими пальцами ладони, я разделяю шерсть между собой, чтобы можно было ее обернуть на шаблон. Потом я беру в руки шелковые платочки, растягиваю их по моему уже мокрому полотну. Платочки мне помогут зафиксировать шерсть, сделать ее более матовой, если я буду растягивать их не особо, то шерсть моя будет матовая. И потом, когда я уже разложу мою мозаику, мой витраж, я сделаю то же самое с обратной стороны, чтобы платочки еще и придерживали эти кусочки шерсти, уже готового войлока, и он не отваливался от основного полотна. Мне таким образом будет легче работать с моим валеным полотном. Продолжение следует... Перевернув мой шаблон на другую сторону, я заворачиваю края шерсти на шаблон, затем застилаю все облачками вискозы, затем все покрываю шерстью, и дальше я начинаю раскладывать мою мозаику. Перевернуваю Завершив раскладку моих витражных лоскутков, я закрываю все шелковым платочком, затем обильно поливаю, накрываю пленкой и даю моей шерсти отдохнуть. Пусть мои лоскутки пропитаются водой, пусть они вберут в себя максимальное количество влаги. А я вернусь к моей раскладке завтра. Ну вот, мои лоскутки напитались хорошенечко водой, я покрываю мою раскладку сеткой, промакиваю лишнюю воду, притираю смылом и дальше продолжаю процесс сваливания. Я накрываю пупырчатой пленкой, прохожусь немножечко виброшлифовальной машиночкой, чтобы создать вибрации и моя шерсть сцепилась между собой. Прохожу и в горизонтальном, и в вертикальном положении, затем поворачиваю на другую сторону мою раскладку и делаю то же самое с обратной стороны. Дальше я продолжаю процесс сваливания при помощи рук. Для того, чтобы процесс сваливания проходил легко и непринужденно, я заворачиваю в пищевую пленку мои митинги. И тогда завернутые в целлофан они будут просто сваливаться сами по себе. Я не буду уже думать, как их там развернуть, чтобы ничего там не растянулось. Все будет зафиксировано, все будет защищено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот видите, пленка мне очень пригодилась на начальном этапе сваливания, когда мне нужно было проследить, чтобы все между собой хорошо сцепилось. И теперь я могу уже смело, совершенно не боясь, что у меня шерсть еще где-то там некачественно сцепилась между собой, могу продолжать уже процесс уваливания. Для этого мне очень подходит вот такой вот массажный ролик. Я обожаю работать массажным роликом. Теперь я уже могу развернуть митинги таким образом, чтобы можно было поработать с боковыми частями. И для этого я немножечко сдвигаю их с шаблона. Я как бы заворачиваю немного шаблон и вместе с митингой. И потом проглаживаю руками места залома шерсти, чтобы они были такими же ровными, как и везде, на всем полотне. А тем временем я наблюдаю, как моя шерсть сваливается, уменьшается в размерах. И как раз самое время выполоскать мое полотно, чтобы нанести новое мыло и продолжить процесс валяния. После горячей водички шерсть еще лучше начинает сваливаться. Некоторое время я еще продолжаю работать на шаблоне. Так мне проще. Потом на определенном этапе, когда я уже вижу, что достаточно хорошо свалялась шерсть, я вынимаю шаблон и одновременно выворачиваю мои митинги. Затем я их разглаживаю, складываю вдвое, нахожу серединку и разрезаю мои митинки на две. Теперь я могу забраться вовнутрь, проверить, как там все хорошенечко, как мне удобно, пальцем, рукам. И потом вставляю опять шаблон и еще немножечко валяю на шаблоне. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот митинки уже стали такого размера, как мне нужно, но только немножечко нужно еще посадить по руке. Продолжение следует... Вот такими вот движениями я выравниваю края и добиваюсь прилегания. МИТИНГ 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 И когда я убеждаюсь, что я достигла того результата, который меня устраивает, я окончательно выполаскиваю мыло, потом споласкиваю еще в чистой воде с добавлением небольшого количества уксуса. МИТИНГ 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 Ну вот и все, дорогие мои творческие друзья. Я вас благодарю за просмотр. Я надеюсь, что моя работа вам доставила удовольствие, что вас заинтересовал такой прекрасный аксессуар, и вы точно, вдохновившись моим видео, себя порадуете свеженькими, красивенькими митингами, да еще в технике витраж. Напишите мне, пожалуйста, об этом в своих комментариях. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Делитесь своими творческими успехами. Мне это всегда приятно, порадоваться за своих творческих друзей. И жду вас, как всегда, на моих следующих видео и на тех, которые вы еще не видели. Там вы найдете много полезной информации, которую можно применить в своем творчестве. Я вам желаю успехов, дорогие мои творческие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok